Всех приветствую на своем канале. Есть у меня запрос про волосы. Вообще, на самом деле, у меня очень-очень много запросов, около 40 на листочке, но большая часть из них или что-то нужно приложить, конкретные какие-то усилия, или куда-то прогуляться, что-то сделать, или вообще включить мозги и думать. Ну, меня спрашивали уже в личке, когда там запрос, видосик будет, а я что-то такая вся расслабленная, рассеянная, сейчас пришла домой с купания, убиралась. Ну как, я пришла домой уже где-то, может, часа два назад, может, уже три. Фиг знает. Ну, в общем, учитывая, что на компе где-то 0,0 и 11, то, в общем, два часа назад я пришла с купания. Ни сколько мы купали, сколько загорали, получилось так, что протрещали с подружкой, и получилось, что, ну да, Женька, и она мне вот сделала хвостики, на самом деле, у меня было четыре хвостика. Сейчас у зеркала я заметила, что один хвостик у меня куда-то сгинул, и второй тоже пытается скоммунититься. В результате я сняла, потому что все равно там уже все распушилось, а вот сверху их оставила. И еще получилось так, что я пришла, мне что-то было очень жарко, я умылась, и как-то так очень усиленно, и щелка у меня вот в таком вот состоянии. Да, и щелка, она мне немножко подстрела, чуть-чуть, потому что она как-то мне уже чуть ли не в нос лезла. В общем, запрос у меня посвящался волосам. Когда его задали, я в малый афиг впала, что за волосы, зачем, про волосы, как, почему. Ну, у меня там написали конкретику, и вот я решила сделать все-таки запрос про волосы. Он более-менее легкий, в моем понимании, на данный момент, потому что из всего списка хоть на, хоть что-то было бы сегодня записать. Я как раз думала, что хотела вообще шмотки записать, но получилось так, что, в общем, не до шмоток мне. Пришла я поздно домой, а днем я как раз ездила по малому косплею, с частью своих шмоток, и думала, что часть шмоток у меня уйдет на время. Ну, суть такая, ладно, в общем, запрос про волосы. Волосы. У меня волосы тонкие, и они жидкие. Ну, в общем, тонкие, жидкие, жирные, да, это к мне в детстве родня прикалывало, что у меня три волосина в пять рядов. У мамы волосы были такого же типа, но, по-моему, они были густые. В общем, по-моему, у меня и все родни, только у меня тонкие волосы. Ну, жирные, не знаю, насчет просто вот такого именно цвета, непонятного, каштан, не каштан, кто это, там, шатен. У моей мамы были, у меня, у сестры натуральный цвет волос, я недавно заметила, она постоянно раньше красилась, то в черный, то еще в какой-нибудь. У нее, может быть, такого же цвета, может, чуть посветлее или чуть потемнее моих. Потом, где-то лет, может, с двенадцати меня мама красила хной, может, с десяти, не знаю точно. Сколько себя помню, мне всегда волосы удобряли чем-то. То хлебушком меня моченым мыли, то лопушком, корнем лопуха мне натирали, то еще что-то, всякие маски, кефирчиками, яйцами куриными, чем только меня не удобряли мне эти волосы. В общем, потом меня стригли, может, в классе восьмом очень коротко. Я попробую, может, эти фотографии как-то или отсканировать, или показать. Но у меня там есть часть родней, и у меня чисто я сама не хочу эту родню светить на ютубе. И плюс еще у меня часть родней, она просто не хочет быть не то, что на ютубе, да даже просто вот в каких-то социальных сетях свои фотографии не выкладывает у меня ни сестра, никто. В общем, я считаю, что это нужно уважать личное мнение людей и личное пространство тем более. В том числе это относится к фотографиям. Ну и, в общем, да, кстати, вот у меня на губах сейчас Женькин блеск, который она мне подарила, а то и вдруг кого-то интересует, куда ты поехал. И там вот у меня была очень короткая стрижка. Я даже помню, с мамой мне как-то пришли в парикмахерскую, такая мелкая была. Ну, мне, может, лет восемь или девять было. У меня сережки, значит, в ушах тогда по одной штучке было в каждом ушке. С тех пор расстегнулась она. Та, про которую как-то спрашивали, вот эта золотая сережка с жемчугом. Это была сережка на моей маме. Ну, в смысле, там было две, конечно, и сережки. Ну, получилось, что осталась одна в день нашей, короче, этой аварии. Сейчас будут в комментах прыгать какие-нибудь такие хейтеры мои любимые, которые будут вопить, что я давлю на жалость. На самом деле, просто к слову. В общем, я такая стою в юбочке, в сережках, а меня подстригли ужасно. И мама попросила сделать хотя бы покороче, но так, чтобы хотя бы это было придать форму у меня ему. И вот стоит такая маленькая девочка, стрижная чуть ли не на лысо. И в автобусе мы с ней стоим. Вот, сзади какая-то тютка, я до сих пор просто помню, спрашивают, мальчик, ты выходишь? И вот, мальчик стоит в юбочке, мальчик стоит с маленькой девчачьей сумочкой, мальчик стоит, блин, в сережках. Мальчик выглядит, как девочка. Какой, к черту, мальчик, а? Я тогда помню, что-то с мамой мы так оскорбились, а вообще. В общем, у меня была очень короткая стрижка. У меня очень часто у меня была стрижка одно время, ну, коре такое, да. Потом есть какой-то кадр, вот детские фотки, сейчас вспомнила. Я даже себя пыталась в свое время, еще до того, как художка пошла, рисовать фотки. Ну, конечно, там отдаленно похожа столько была, когда я рисовала саму себя. Вообще, я один раз только делала свой автопортрет. Где-то там это есть у меня на Яндекс.Фотках. И где-то есть в этих подчеркушках, когда-то с альбомом называется на Яндекс.Фотках. Или так же он называется, возможно. Ну, в общем, ВКонтакте где-то есть альбом с моими рисунками. Возможно, так и называются подчеркушки. Там где-то есть мой этот, типа, автопортрет. Но мне там должен был двойной быть портрет. Там я и моя подружка с фотки рисовала. Но она обгадила мне, так сказать, весь мой рисунок. И я плюнула, и она выдала, что я не смогу ее нарисовать. Я плюнула, и, конечно, забросила, не стала ничего доделать. Мой приятель сказал, что я там себя то ли утолстила, то ли еще что-то. Ну, учитывая, что я людей рисую, когда портреты делаю, или они выглядят лет на 20 моложе, как мой приятель сказал, его портретов в сети нет по его просьбе. Или, ну, как приятель другой сказал, уже давно не приятель, но из очень прошлой компании, из очень-очень прошлой компании 12-летней давности, из мотоклуба, он мне выдал. Я тогда психанула, помню, и дома уничтожила этот портрет. Вообще, как я рисовала, у меня девчонка, я тогда читала книжку Марии Семеновой, это Волкодав, ну, я просто что-то нарисовала, она мгновенная. И у меня, девчонки, у, это похоже на, ну, допустим, на мальчика М. На мальчика М. И вот этот мальчик М, и вот если вот здесь вот добавить, прибавить, вот здесь вот что-то поправить, вот тут такую бровь сделать, то мальчик М будет совсем мальчиком. Я взяла как-то в нашем сети, у меня формат был такой А3, лист, как-то я рисовала карандашами и тенями, как обычно, тенями, которыми люди рисуют, вот, допустим, веки, да, накрасят. И это я, как обычно, говорил, когда я отошла, ну, ладно, договорю просто вот по поводу рисунков, и я-то снесла, значит, он так это все просмотрел и выдал мне. У меня вот здесь у глаз морщинки, что-то еще типа я старше выгляжу, чем ты нарисовала. Я дома психанула и отправила этот рисунок братцам, да благословит его какой-нибудь бог. И мальчик АМ тоже. Ну, и, в общем, волосы у меня одно время были даже вот так по длине, потом такие же волосы у меня были по длине после, может, школы. Потом, в общем, родня у меня постоянно пилила, что надо стричься короче. Меня стригли, если стригли парикмахерской, то у меня волосы через несколько дней начинали сечься. В общем, или вот как тут постригли. Постригли, конечно, хорошо. Стрижку, которую я выбрала, действительно, мне такую сделали. Но волосы у меня теперь очень медленно растут. Года три с лишним я не остригла и красила Женька. Меня, я красилась сама хной в основном, потом оттеночными шампунями. У меня волосы были как-то... Один раз я покрасилась зеленкой прядков волос, зеленый цвет, даже где-то есть фотка. Не знаю, скорее всего, ВКонтакте. Ну, если... Или в альбоме, может, каком-нибудь, если вам интересно, то я могу там... А, ну, это типа детские у меня там фото юности, да? Фото юности. В 16 лет, наверное, фото юности подойдет, да? В общем, я пособираю эти фотки и постараюсь, может, или видео показать, или сделать просто... Положу на кого-нибудь свою музыку и как видеоряд такой, да? Ну, я скачала одну приложеньку на телефон, и хочу теперь его попробовать на планшетик скачать. Ну, планшетик у меня что-то в последнее время, как я его включаю, подзарядиться в комп, он у меня ловит такой... О! Вижу Wi-Fi, но не вижу. Думаю, ну, фиг с тобой. Не судьба, значит. Ну, и там приложенька была какая-то. Можно музыку наложить, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Там на видео могу наложить, на фотки чего-то. Но я так поняла, что фотки на музыку там нельзя наложить, но у меня есть какая-то программка на компе, в которой я делала как раз вот эти фотографии из Кёнигсберга, где-то там накладывала на музыку первый день Кёнига. И, в общем, что с волосами? Опять я отвлеклась. Надо будет видео назвать «Волосы и болталка», блин. Вот склеротичка-то. Волосы, 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 волосы. Что ж я там говорила? А, краска. В общем, у меня был этот, был такой малахитовый шампунь, тоника. И он должен был, конечно, быть малахитовым, но у меня все краски с волосами как-то действуют. В общем, они своей жизнью живут. Как весь мой организм, мутировавший. Ну, шутка, конечно. Меня подружка называет Лёля-мутант. На вопрос там каких-нибудь людей, которые там что-нибудь для меня пытаются докопаться и рыла. В реальном смысле. Ну, и я делала себе, красила себе волосы этой тоникой в малахит. У меня получился изумруд. Потом я поступала с малиновой головой, тоже покрашенной тоникой, в кулек. Когда мы с Аленкой познакомились, документы подавала. Я помню, на меня директриса тогдашняя электрона там посмотрела так это. Она, типа, что-то зачутила, а тут уявилась. И сказала мне, иди учи билеты истории. Ну, там вопрос, который я сдавала. В общем, экзамен, кажется, по истории сдавала. Ещё что-то уж не помню. Потом у меня был... Я красилась под блондинку. У меня подружка, когда я училась ещё в девятом классе, она всё меня раскручивала. Тяна блондинка, тяна блондинка, тяна блондинка. Я покрасилась белой хной. Но суть такая, что я до этого красилась исключительно хной и рыжей. Ну, и пару раз меня, может, мама удобряла хной бесцветной. Я в основном рыжей удобряла. Удобряла она меня рыжей хной. Соответственно, у меня эта бесцветная хна легла пятнами на эту рыжую хну. Лёля сама покрасилась. Где-то есть даже кадры у меня. Не знаю, это она... Я просто помню, что такая фотка была. Но где она, фиг знает. И потом я ещё поверх красилась ещё раз этой белой хной, чтобы стать уж совсем без пятен. Но стало ещё только хуже. И, в общем, в результате на выпускном в одиннадцатом классе мне пришлось покраситься краской какой-то профессиональной, парикмахерской или салон красоты. Уж не помним, делали тогда шикарную какую-то прическу. И, соответственно, ещё красили волосы. И это вышло всё... В общем, приблизительно к моему тону. Ну, какой-то такой шоколадный был оттенок, чтобы хоть как-то закрасить этот ужас. Потом я красилась в фиолетовый цвет. У меня были волосы как-то синего цвета, но недолго. Причём я как-то купила краску. Точнее, я думала, что покупаю шампунь. Какой-то дешёвый. Но для шампуня оттенок, он нормальный был по цене. А когда уже пробивала и на кассе ехала к Женьке краситься, поняла, что это не шампунь, а краска. И мы боялись с ней, что я вылезу. Но у меня волосы только лучше 100 лет от этой краски, на удивление. Хотя она фиона была, кажется, и рублей 60, что ли, стоила. Фиг знает. И у меня такой сине-фиолетовый цвет был. Долго так держался. Потом я, значит, чёрно красилась. Женька делает у меня блондинку. Есть некоторые фотки. Причём многие там, кто-то из родней, просто даже не узнавал меня, что это я. Такой пшеничный цвет волос был, можно сказать. Потом, ну, мама мне предложила в своё время сделать ракет, потому что я общалась с байкерами, я тогда ещё не общалась, с металлистами, панками и прочими такими неформалами. Ходила на всякие наши местные металлические концерты, ребят, там, Некрос, Реквим, фиг знает, кто там ещё был. Там, ну, что-то у нас около 10 команд было, там, Black, прочее такое. И у меня, у моей лучшей подруги, тогда двоюродный брат играл как раз, был барабанщиком в какой-то из групп. По-моему, он тогда во всех группах был, на самом деле, барабанщиком, но основная группа у него, кажется, была Некроса, или Некроса, фиг его знает. Дима Смирновка, кажется, если не путаю. Ну, и, в общем, она мне предложила делать ирокез. Ну, ирокез, конечно, не сделал, так офигела, мама, ты чё? Все нормальные мамы своим детям запрещают чё-то, а ты мне тут это, косуку шьёшь, да ещё это, и ирокез предлагаешь, как так? В общем, я отказалась от этого ирокеза. В общем, я коротко стриглась, почти под мальчика одно время, ну, не с пинка родственничков, не по собственному желанию. У меня были по плечи волосы, у меня было каре, красилась я и под какой-то свой цвет волос, и там и чёрный мне Женька делала, тонирование, ещё чего-то, и делала сверху тёмное, снизу специально светлое кончики, у меня половина людей думала, что у меня такого сотрасли. У меня подружка как-то пришла на обед, говорит, ой, Лёля, как давно я у тебя не была, всего лишь месяц, а у тебя так волосы-то росли. В общем, у меня вот такой был слой белых, и, соответственно, сверху там то ли крыжая, то ли красная, то ли чё-то, чё-то не помню, чёрная. Я говорю, да нет, это так специально задуманно. У меня, конечно, вся родня по мне проходилась, при любом случае, прям где-нибудь там родни, сидим на каком-нибудь вечере, да, это семейный сбор, там, ой, Лёля, какая у тебя жуткая прическа, ой, Лёля, вот тебе было лучше, ой, Лёля-Лёля. Стоило только это всё состричь, причём косо и криво, это в конце прошлого года было. Как мне стали отсыпать эфирамбы, как мне хорошо. Как вот когда у тебя было, я говорю, и никто так и не врубился, или просто не хотели понимать, что действительно просто специально было сделано сверху, там один покрашено, снизу другим. Сейчас у меня уже мой личный цвет волос, ну, смысл, который у меня всегда есть. Так кто я там, шатан, гаштан, фиг знает. У меня даже одно время было, когда я ни хной, ничем не красилась, мне, может, лет 17 было, и у меня оттенок был такой пепельный. К моей тёте приезжала и подруга из Москвы в своё время, но они там есть, у нас там какая-то дальняя очень родня есть, ну, там, друзья всякие, да, и она приезжала, ой, у тебя такой классный цвет волос, чем-то красила, и ничем не красилась. В общем, они периодически у меня иногда выгорают, иногда нет, ну, я их до сих пор периодически чем-то удобряю, какими-то масками делаю, там, бальзамы для волос пользую, ну, и я подозреваю, что я ещё чуть-чуть проговорю, у меня камера, наверное, уснёт. Я даже не знаю, хватает там или она уже уснула. В общем, наверное, всё-таки ответила на этот вопрос про волосы, если вдруг что-то я упустила, вы меня поправьте, ну, и, соответственно, пишите в комменты вопросы, я их, соответственно, запишу на бумажечку, что у меня бумажечка. А, да, и в самом конце чуть не забыла, хочу сказать большое спасибо Ангелине Забавиной, ну, и, соответственно, привет, раз уж спасибо за такое чудное оформление канала, которое на мне сегодня скинуло ВКонтакте в личку, там три на выбор, и вот я выбрала себе Лёлю с ушками. Большое тебе спасибо, мне очень приятно, что потратила на меня своё время, что-то там думала, да, это креативило. Ну, и всем спасибо за просмотр, и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok